Творение операционной амбулатории и ДМС-цовая. После списания обсталевания со старого пульмаскана, саму машину вы решили переобсталевать и разместить ее мини-медкомплекс. В Брагинском районе покажет диспансеризация стопроцентная. А легко подосягнуть такого узровня, не господеваться только на одну районную больницу. Коли урачи сами проезжают до кожного человека, стан здоровья контролируется значно больше эффективно. Мы куда-то можем подъехать, все это сделать, людей смотреть, и людям никуда не надо ехать, потому что не каждый может доехать в Брагин. Потому что если люди трудоспособные, то, конечно, они осматриваются. А старые люди тяжеловато им, конечно. А так это все на месте. Перосовная амбулатория различена на людей у всех взрослых. За час с находжения комплекса увезда обследование проходят и пенсионеры, и рабочие местовых предприемств, и дети. У амбулатории можно просить целый комплекс обследований. От огляда у врача огольной практики до выявления дозы радиации, которая запрашена в организме, у кресли находятся специальные датчики, которые выдают докладную информацию всего за 5 часов. В первой половине этого года в Брагинском районе планует начать реализацию ящерного проекта «Мобильная школа здоровья». Расса над им вязаться при потребности Организации Объединенных Наций и под эгидой Гомельского облаконкама. В научных установках со школьниками будут заниматься профилактикой таких социально значимых захворываний, как алкоголизм, туберкулез и ВИЧ. Головная задача – формирование у детей, отказанных, относимых до своего здоровья. Медики переконаны – это перспективный проект. По селяким выпадкам профилактические мероприемства в Брагинском районе уже доказали свою эффективность. Как поводить себе на заброженных территориях, все не ведают все, а выпадки на запрашивание у организма повышенных доз родояций региструются все больше редко. Это, как правило, те, кто злоупотребляет дарами леса. Это ягоды, грибы, это сезонные подъемы, скажем так, внутреннего накопления. Обычно это охотники, обычно это грибники. Ну, иногда бывает у рыбаков. Но это единичное. Обычно мы регистрируем ежегодно от трех до пяти случаев. Олег Сентеров, Евгений Макеенко, телерадио «Компания Гомель», Брагинский район.